Друзья, всем привет! С вами канал Нелегкая Атлетика и я Александр Валикжанин. В сегодняшнем выпуске мы снимаем в Кисловодске. Музыка Ребят, в конце прошлого года я выиграл слот на участие в марафоне в Чикаго, который состоится 13 октября 2019 года. И я ставлю перед собой главную свою спортивную цель на 2019 год, это выбежать этот марафон из трех часов. Собственно, на канале у нас появится рубрика «Я бегу в Чикаго», где мы будем рассказывать как о организационных моментах поездки, так и о моей физической подготовке, как у меня все проходит. Сейчас мы снимаем выпуск в Кисловодске, потому что сюда я приехал вместе со своим тренером Аленой Дятловой, с беговым клубом Time for Run. Я решил, что на этот спортивный год беговой мне необходимо заложить базу, фундамент именно здесь. Это мой первый беговой сбор. В принципе, по большому счету работы я доволен. Многое было в новинку. Общий беговой объем получился у меня порядка 200 километров. Завтра у меня еще будет длительная тренировка, поэтому посмотрим, сколько в итоге получится. Были и фортлейки, были темповые работы. Например, сегодня с утра у меня было 8 раз по километру через отдых. Ну, в общем, сбором доволен. Ближайшие старты 20 и 27 января. Я бегу 10 километров и 5 километров соответственно. Посмотрим, какие будут результаты. Ребят, ну, как я и говорил, на сборы я приехал с беговым клубом Time for Run и своим тренером Аленой Дятловой. Ален, еще раз привет. Да, Саш, привет. Как всегда, у нас подарок героям наших передач. Это вот такая фирменная футболочка. О-хо-хо. Вот. Немножко прохладно, пока мерить не буду. Спасибо большое. Блин. Ну, в конце, может быть, в конце. Окей. Договорились. Главный вопрос, наверное, возникает, который у всех. Зачем любителям бега вообще нужны сборы? И нужны ли они? Да, на самом деле, очень сильно рекомендую любителям бега приезжать на сборы. Почему? Во-первых, самая главная цель сборов – это отдых. Отдохнуть от города, отдохнуть от быта, от работы. Приехать сюда именно с оздоровительной целью. И наши сборы здесь тоже называются оздоровительными сборами. Вот. Поэтому самая главная цель – выдохнуть и пожить в другом режиме. Отдохнуть от своей подъема на работу. С работы, вечерняя пробежка в темноте. Пожить в том режиме, в котором живут спортсмены. Вот. Первая цель – оздоровительная, а вторая цель получается как раз спортивная, потому что никто из любителей в городе столько не бегает, так интенсивно не бегает, так качественно не бегает. Поэтому два в одном – отдых плюс спорт, спортивные цели. Понял. А почему мы выбираем, и вот сегодня выбрали, например, именно Кисловодск, сборы именно здесь? Ну вот если говорить про Кисловодск, считается, что это самый мягкий вариант сборов. Очень легкая климатизация, мягкий климат, очень хорошие условия. Средний горье, некоторые называют низкогорьем, то есть 1200 метров над уровнем моря. Обычно очень хорошая погода даже в зимнее время. Да, морозненько, но снега нет, мы бегаем по чистым дорожкам, вот, поэтому скорее всего выбирают за счет климата. Ну и опять же, например, думаю о том, что мы в Петербурге, в Киргизию далековато, да, потратим больше времени на дорогу, в Португалии дороговато, да. Поэтому Кисловодск такая золотая середина, то, что мы можем себе позволить. А как часто, например, стоит выбираться на сборы? Или это по возможности, по желанию? Так часто твой тренер может, да. Если тренер может ездить часто, то здорово. Но всем любителям рекомендую ездить все-таки в группе, ездить тренироваться с тренером. Одному любителю все-таки не рекомендую сюда приезжать. Почему? Не зная маршруты, непонятно куда бежать, непонятно с какой интенсивностью, можно убегаться за три дня. Если группа позволяет, да, можно до трех-четырех раз в год приезжать. Но хотя бы раз в год уже будет большая польза, два раза в год. Супер. По продолжительности 14 дней идеально. Это оптимальный срок. Идеально для любителя, да. Ален, смотри, ну вот сборы провели, тренер план составил, мы выполнили его. Как необходимо провести какую-то реклиматизацию, обратную подготовку, как назвать это правильно? Да, ну, те, кто поедут назад поездом, у них рекомендую начнется в поезде, они денечек-другой полежат, отдохнут. Те, кто полетят назад самолетом, у них будет два дня отдыха в городе, не будем бегать. Потом легкие зарядки, постепенно втягивающие тренировки. Одна контрольная, и потом побежим на дорогу жизни. То есть времени у нас четко все впритык перед дорогой жизни, думаю, успеем. Ален, твой личный план на следующий год как спортсмена, теперь не как тренера, потому что в прошлом году ты выиграла все-таки и длинная аллея в Гатчине, и библейский марафон. Да, случайно получилось. Тем не менее. На самом деле, планы менялись, под Новый год начали меняться планы, потому что планировала бежать в тридцатку, здравствуй, Новый год, и, соответственно, выходить на дорогу жизни. В какой-то момент поняла, что устала, и выбрала поехать с вами на сборы, провести хорошо сборы, потому что я поняла, что для меня, как тренера, это тоже своего рода челлендж, бегать с вами два раза в день. Ребятки у меня сильные, и я свои старты просто отменила, и немножко приложила усилий, чтобы подготовиться, так, чтобы бегать и не пыхтеть, чтобы с вами сделать все-все-все. А находясь уже здесь, мне поступило предложение снова следить в Израиль. Там 1 февраля проходит марафон у Мертвого моря. Впервые он там проводится. В этом году? В этом году 1 февраля. Ну, от дороги жизни отказалась, да? Ну, а что 1 февраля не так далеко, да? Ну, и в целом, в общем, они меня пригласили туда пробежать в марафон. Он проводится впервые, высота ниже уровня моря, минус 380 метров. Никогда не бегала так низко, высоко бегала, да, на уровне моря бегала, низко не бегала. Вот, планирую там пробежать 42. А вот, после этого вернусь в город, надеюсь немножечко побегать скорость. Не знаю, будет быстрая половинка или нет в апреле, может быть, случится быстрая половинка. В конце апреля уезжаю в Южную Африку, бегу 2 океана там. Мечта прям, уже лет 20 как мечтаю об этом. Вот, поэтому просто будет бег мечта. Вернусь, немножко восстановлюсь, 100 километров на Эльтоне в конце мая. Вот, в рамках эстафеты клубной у нас очень сильный женский состав. Побежит Соня 84, я 100, и Ольга Воробьева, быстрая такая наша лань, побежит 22. Вот, потом тоже буду отдыхать. На осень, ну, Берлин, схватка номер 3 у меня будет с Берлином. Не знаю, личник, не личник, посмотрим, что там будет. И смотрю на поздний какой-то марафон в начале декабря. Либо это будет старт Валенсии, марафон плоский, либо поеду в Италию, побегаю по горкам 54. Такой год. Алёна, заключительный вопрос, ты довольна сборами? Ну, во-первых, сборы еще не закончились, да, у нас есть вечерняя тренировка, и завтра длительная, но глобально я очень довольна ребятами. Вот, приехал очень хороший такой дружный состав, здорово отработали. И чуть-чуть-чуть погода нам тоже повезло, поэтому все хорошо, все живы, здоровы. Да, очень довольна. Алёна, еще раз огромное спасибо за интервью, за сборы. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Ольке отдельный привет. Олька только сегодня уехала, поэтому... У нас интервью сборной Кисловодска по бегу. Подскажите, в какой раз вы уже приезжаете на сборы? Ребят, сейчас мы подснимем нашу вечернюю тренировку. Это восстановительный кросс на 8 километров. Ну, немножечко УФП, УРУ, каких-то еще упражнений поделаем. Поехали. У нас еще одно интересное мини-интервью. Ну, как вы проводите сборы в этом году? Рядом со мной стоит Николай Волков, чемпион Санкт-Петербурга. Ты в беге на 5000 метров, серебряный призер марафона «Белые ночи», серебряный призер гатчинского полумарафона. Коля, четвертый раз ты приезжаешь в Кисловодск. Почему ты выбираешь именно этот город? Ну, я выбираю этот город, потому что здесь мне нравится атмосфера, мне нравится пересеченная местность, где можно в свой тренировочный процесс также включить общефункциональную подготовку, УФП, и Среднегорье повышает количество гемоглобинов в крае. Доволен ли ты вообще подготовкой в этом году? Какие объемы? В этом году у нас была главная цель, это просто выработать базу определенную, да, под чемпионат России, который будет у нас 5 мая, по-моему, в Казани. И тренер мне поставил такую задачу, приехать в Кисловодск, набегать объемов, а потом я приеду в Санкт-Петербург, и мы будем потихонечку раскатывать. То есть главная цель твоя в текущем сезоне, в 2011 году, в беговом году, даже правильно сказать, это чемпионат России? Да, все верно. Я понял. А дорога жизни? Нет, дорога к жизни, к сожалению, не выбегу, потому что может наложиться на чемпионат. Я понял. Я понял. Слушай, вопрос такой, я просто прочитал, ты писал, что дистанция 5000 километров для тебя самая отвратительная по терпешке, но ты там стал чемпионом города. Мне интересен вопрос, какая твоя любимая дистанция в беге, вот в стаирских дистанциях? Марафон считается. Да, конечно, марафон, да? Тогда марафон. Еще вопрос. Белые ночи, вот буквально остался один шаг, второе место тут. Как, есть желание в этом году принять участие, пытаться наконец-то сделать? Ну, тут небольшая проблемка. Во-первых, подвинули чемпионат России, его передвинули у нас, получается, на неделю вперед, а белые ночи у нас наоборот, на месяц перенесли раньше. Да, 30 июня, по-моему, сделали в этом году. И поэтому будет слишком маленький период между марафонами. Тренер говорит, что, в принципе, старт домашний, можно попробовать. Поэтому, я думаю, побежим. Возможно, да. Кстати, очень интересный вопрос про тренера. Сергей Лукин также читал у тебя, у тебя был опыт с имраном даже в рамках тренировки. Был такой. Какие-то еще такие интересные тренировки приходят на память, которые запоминаются именно у Сергея? Вот что-то такое подобное. Ну, Сергей очень, очень так, неординарно подходит к тренировочному процессу. Он ребятам некоторым лыжи добавляет, как общефункциональная подготовка. Ну, вот даже свимран, я, если честно, я очень плохо плаваю. И вот это для меня свимран, это было что-то. Вот 4 часа по лесам, по болотам бегали мы, плыли. А кто не умеет плавать? Ну, там спасает так называемая колобашка, которая какую-то плавучесть придает. Ну, и гидрокостюм, естественно. Коля, а вот для любителей, ты бы посоветовал, на какой срок приезжать на сборы в Кисловодце? Какой объем беговой работы выполняется вообще? Как-то есть какой-то? Ну, вот оптимальный срок, все тренера это называют, это 2 недели. То есть, если там 10 дней, это считается мало, недели это мало, а вот оптимально это 2 недели. Ну, и по себе тоже могу сказать, что вот, когда подходит срок 2 недели, ты уже начинаешь так уже скучать по дому, чисто психологически вот это все давит. Вот, очень знакомый. Вот, поэтому, вот Серега мне рассказывал так, он приезжал сюда на 2 недели, потом недельку ехал домой, потом опять сюда на 2 недели приезжал. Интересно. То есть, тоже вот именно 2 недели вот эти все фигурируют в рассказах всех опытных спортсменов и тренеров. Я тебя понял. А хотелось бы тебе попробовать, например, Киргизию или Кению, вот как сейчас становится модным, наверное, среди российских бегунов? Ну, вот в Кении, наверное, далековато все-таки будет. А в Киргизии, да, в Киргизии, наверное, бы хотелось бы попробовать. Понял. Коля, огромное спасибо за интервью. Желаем удачи на стартах. Спасибо. До скорых встреч, но мы еще увидимся в Петербурге. И обязательно вручим фирменную футболку с логотипом нашего канала. Спасибо. Рядом со мной стоит моя одноклубница по беговому клубу Time for Run, Соня и Маша. Девчонки, ну расскажите, как вам сборы? Я здесь третий раз, третью зиму встречаю. Эта зима в розы легче. Проще. Хотя по тренировкам она интенсивнее. Вот. Как это? Вдохновитель Соня. Не знаю, как так получилось, что она не была первый раз. Вот. Второй год. И как бы... Ну, все супер. Соня, ну пару слов. Как тебе сборы в этом году? У меня всегда... Мне сложно здесь. Я прям первые дни вообще... Мне тяжело. Ничего... Ну, не то, что не получается, а просто вот, ну, тяжело. Долго привыкаю к трассам, к рельефу, потому что в городе я бегаю, ну, по ровному, по асфальту. Но что в том году, что в этом всегда в конце прям уезжаю с тоской. То есть я разбегиваюсь именно к последним дням. Ну, видимо, организм привыкает уже работать и на высоте, и на этих трассах. И потом, конечно, уезжать всегда грустно. Согласен. Я тоже это на себе ощутил. Девчонки, какие планы на ближайшие старты, на беговой год? Расскажите. Теперь начну с Сони. Ну, у меня сейчас ближайшая эта дорога жизни. В принципе, мы здесь не то, что прям именно к ней готовились. Я сюда поехала из-за того, чтобы хотя бы просто хоть как-то подготовиться. Потому что вот то, что сейчас передают из Питера, там снега, все засыпано. И, конечно, ну, готовиться было бы сложнее. Вот. Сильно таких планов на этот старт нет, потому что непонятно будет, что с погодой, какое покрытие. А остальные старты... Ну, есть слот на Берлин. Это, ну, осень, но это далеко еще 9 месяцев. И есть Эльтон. Вот. Там, конечно, я пока еще боюсь про это думать. Там 84 километра в командной гонке в эстафете. Ой, не в эстафете, в командной. Вот. А остальные, ну, пока еще хочется какой-то выбрать еще марафон на весну, но пока еще не выбран. Я понял. Маршрут, расскажи, пожалуйста, твои планы. Из ближайшего дорога жизни, 42, а потом в течение года осенью Берлин. Девчонки, вернете еще в Кисловодск? Да. Я, ну, не знаю, наверное, вернусь. Ребят, рядом со мной еще один мой одноклубник Илья Николаев. Илья, у тебя, как у меня, это первые сборы. Как ощущения? Отличные, восхитительные. Мне очень понравилось, отлично себя чувствую. Чувствую, как силы наполняются. И, ну, я уверен, что дорога жизни, которая впереди через две недели, вообще пройдет идеально. Кстати, у Ильи первый марафон, это дорога жизни. Илья, какой результат ожидаешь от старта? Я ожидаю отличный результат. Я планирую выбежать из трех сорока, а там посмотрим. Очень много факторов зависит от погоды. Это зимний марафон. И что такое марафон, я еще не знаю до конца. Какие ожидания от вообще в целом сезона? Какие планы после дороги жизни? Что ждешь от стартов? После дороги жизни планирую дальше набирать форму. В сентябре у меня Берлин, берлинский марафон. Я буду очень готовиться, буду стараться, буду, ну, идти на личный рекорд. И это самая быстрая трасса, и я хочу там выступить достойно. Есть желание вернуться в Кисловодск на сборы? Однозначно, да. Тут прекрасные виды, тут отличная природа, тут великолепный климат, тут просто шикарно. Тут прекрасные животные, прекрасные люди. Все великолепно, очень понравилось. Ильюх, ну, желаю удачи, надеюсь, у тебя сбудется. Я верю, что у тебя даже будет более положительный и оптимистичный результат на марафоне. Удачи! Александр, спасибо большое, спасибо нелегкой атлетике. Я желаю вам удачи и процветания, и ждем новых выпусков. Ребят, ну, подходит к концу мой сбор. Я очень доволен выполненной работой. Как говорил, беговой объем у меня получился 200 километров, множество различных упражнений для ОФП, СБУ и так далее, тому подобное. Я надеюсь, что я заложил фундамент, базу, вот как Николай говорил. Я надеюсь, что мне это удалось. Посмотрим на ближайших стартах, что по скорости. Это десятка на Пулково-Пушкин забеге и 5 километров на дороге жизни. В общем-то, посмотрим. До старта в Чикаго остается 10 месяцев. Надеюсь, что первый камешек в моем фундаменте успешно заложен. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте. С вами был канал Нелегкая Атлетика и я, Александр Валикжанин. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok